59 миллиардов долларов. Столько потеряли иностранные компании за ухода из российского рынка. Сумма немалая, но, как утверждают экономисты, останься, а не работать в России после 24 февраля, потери были бы гораздо больше. Не нужно идеализировать западный бизнес. Они созданы для того, чтобы зарабатывать максимум прибыли. И они будут работать с кем угодно, если это будет приносить прибыль. Просто на сегодняшний момент мир значительно больше уделяет внимания гуманитарным вещам, моральным устоям, чем считалось ранее. А вот сколько потеряла Россия из-за ухода иностранных компаний и развязанной собственноручно войны против Украины, сказать сложнее. О масштабах убытков можно лишь догадываться по количеству полностью или частично остановившихся без иностранных комплектующих секторов российской экономики. Я, как российский Ванька, работающий на заводе, я вижу, что этот завод либо закрывается, либо начинает работать неполную неделю. Либо мы переходим на выпуск национального автомобиля. Какой-то Лады Калины, да еще не полной комплектации. Второе, если бы я хотел куда-нибудь поехать за границу, то я этого не могу сделать. И не потому, что, скажем, много закрыли направлений для российских воздушных судов, но и потому, что на сегодняшний день нет запасных частей для соответствующего флота. Вопреки заявлениям Путина о том, что российская экономика не изолирована от мировой, она движется к автарке и состоянию, когда страна производит абсолютно все своими же силами. И для России ничего хорошего это не предвещает, утверждают эксперты и подтверждает опыт Северной Кореи. В мире нет примеров нормально существующих автаркей. И для того, чтобы сделать импортозамещение, парадокс состоит в том, что для начала нужно много всего импортировать. Машины, оборудование и так далее. И тогда вы будете замещаться. Чем больше вы будете импортозамещать, тем больше вы импортируете. Это такой экономический феномен. Мы можем посмотреть, например, на такую страну, как Северная Корея. Поэтому сейчас Россия стоит перед выбором. Нормальное экономическое развитие или полная изоляция, бедность, безработица и война. Каждый день которой россиянам обходится примерно в 900 миллионов долларов. А каждая крылатая ракета, выпущенная по Украине, в полтора миллиона. Данила Кобза. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.